Ребята, всем привет! С вами снова Алла и Женя Панюта. Сейчас мы отлетаем в Египте в город Бургада и отправились на морскую прогулку. Да, это очередная наша экскурсия на яхте. Бургада просто идеальный курорт для разных... Это покатушки на яхте, в общем, для выхода в море. На одной из них мы уже были, вот этот супер парадайз, парадайз плюс, когда мы плавали на остров с просто идеальным пляжем. Думаю, это видео вы уже видели, а если не видели, смотрите вот здесь. А сегодня на сайте империатуризма24.ру мы заказали экскурсию под названием Королевская яхта, либо все включено, либо все в одном, кто как называет. Просто здесь много туристов и у каждого как-то разнится название этой экскурсии. Но главный смысл. На хорошем пляже мы уже были, а еще есть одно занятие в Хургаде, которым нельзя, например, заняться в Шарме. Я думаю, вы уже догадались, что речь идет о дайвинге. В Шарме, чтобы погрузиться с аквалангом, нужно получить лицензию. Для этого нужно заплатить энную сумму за обучение, обучаться то ли 4, то ли 5 дней, и только потом ты сможешь погрузиться. А в Хургаде с этим проблем нет. Лицензия не нужна, ты просто проходишь инструктаж от инструктора, он тебя обучает, как вести себя под водой, что нужно делать. И дайвинг это не единственное, что сегодня будет, это только как? Начало. Ну не то, что начало, для нас это главная такая штука, да, но просто на дайвинг плыть мы в прошлом году уже плавали на дайвинг, а сегодня решили совместить, называется же, все включено. Тут есть дельфины, дельфины. Тут есть дельфины, обещают, что если дельфины не испугаются нас, мы сможем их увидеть где-то в море. Пока, если честно, не вижу, но надеюсь, либо мы к ним, либо они к нам приплывут. Конечно же, будет снорклинг, конечно же, катание, обед, да и просто загорать на яхте по волнам. Смотрите, ребята, Хургада сама по себе курорт такой ветреный, но когда вы отправляетесь на морскую прогулку на яхте, то ветер еще больше усиливается. Я думаю, из-за того, что мы что же идем в море против ветра. По нашим волосам видно, я думаю, даже на микрофоне слышно, потому что тут одета такая меховушка, ее трепают примерно вот как сейчас мои волосы. Так что, если отправляетесь на прогулку, возьмите на всякий случай с собой какую-то накидку, курточку. Вот Алла всегда берет с собой накидку, курточку, но сегодня шосю лиси сдохло. Она без курточки. Очень тепло. Очень тепло. Несмотря на то, что ветер, на градуснике 27 где-то градусов, 27 скажи, 25, даже 25. Но если ты встанешь где-то, где нет ветра, сразу солнце так припекает, что ветер сейчас наоборот как освежает что ли. Хотя, когда смотришь на местных жителей, вот конкретно наш гид, то по нему прям видно, что сейчас зима близко, холодно ему, оделся. И еще такой момент. Несмотря на то, что экскурсия называется, королевская яхта, все включено, есть две вариации этой морской прогулки. Есть такая, как у нас, это с дайвингом. А есть все то же самое, только без дайвинга. То есть, пока мы, например, с Аллой будем погружаться под воду с аквалангом, люди просто будут заниматься снорклингом. То есть, у нас один дайвинг, одно плавание с маской, а те люди, кто не погружаются, у них просто будет два раза купание с маской. Но как это мы не будем погружаться с дайвингом? Это примерно как параселлинг. Один раз попробовал, все, дальше хочется все больше и больше. Вот в прошлом году мы попробовали дайвинг, надо и в этом году повторить. Вот, видите, нам уже на руке написали единичка, что у меня, что у Аллы есть такая надпись. Это значит, что мы с Аллой первые погружаемся под воду. Просто сегодня дайвингом занимается только часть нашей группы, часть туристов, которые на корабле. И вот, когда всех спросили, кто какой раз занимается дайвингом, мы сказали, да, мы уже бывалые в том году, два погружения. Из-за этого сказали, ну, раз бывалые, первыми пойдете на дно. А дальше уже следующие туристы будут погружаться после нас. Погружение, как я сказал, у нас парное, то есть не по отдельности, а вот будет инструктор. Там с одной стороны я, с одной стороны Алла, и мы вдвоем пойдем под воду. Сегодня максимальная глубина погружения 6 метров. Все основные подводные сигналы мы с Аллой для себя повторили. Это такие, как все окей, проблема, проблема с чем? Уши, нос, рот. Потом, если показывают вот так, то это просто гриби ногами и плыви. Это вверх, это вниз. Думаете, что все туристы за моей спиной собрались в носовой части яхты? Просто здесь уже плавают дельфины. Только и успеваю их заснимать. Говорят, что если хорошо плаваешь, можешь прям с яхты нырять и вместе с ними там плавать. Хочешь? Да, идем. Короче, мы сейчас к дельфинам. Субтитры создавал DimaTorzok мы идем с дельфинами это акулы у меня есть дайвинг это акулы 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 вроде бы только вышли в море только увидели дельфинов сразу же сиганули в море купались с ними вылезли немножко обсохли говорят все давай уже на дайвинг как раз мы были около кораллов нырнули мне прям очень понравилось теперь у меня два фаворита это парашют парселинг и дайвинг что там мы были два раза что там надо срочно делать третий и там и там немножко уже обсохли на третьем ярусе яхты позагорали я что-то уже начинаю лучиться видимо обгорел и уже как змеюка облажу что ты ржешь сама уже начинаешь чуть-чуть можно чуть-чуть а вообще пришел пришел пришло время обеда мне сначала пришел гид и сказал что пришло время обеда все туристы спускаются на первый уровень набирают я особо не спешу пускай что-то опиться всем еды хватит пока группа насыпает там себе еду давайте я быстренько покажу нашу яхту сейчас я нахожусь на втором ярусе а яхта вообще трехъярусная вот здесь около носа есть вот такие места где можно лечь позагорать вот там внизу это первый ярус туда сейчас я спущусь вот здесь Алла уже сидит это капитанский мостик ты чё здесь а? права есть предъявите документы я же капитан твоей жизни ути пути вот так короче капитан обычно идет в море наблюдает рулюет штурвал так такие приборы чик 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 я тебе сейчас сделаю чик 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 чирык это компас походу вай фай ой какой вай фай дпс вообще не знаю что это о вот это знакомое дело магнитола пойдем здесь 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 вот такие места чтобы разместиться в тенечке если вы не хотите загорать можно еще вот здесь расположиться по крайней мере наши вещи валяются в этом углу отсюда виднеется тоже это корма как я помню ныряли собственно в море мы оттуда и вниз там сейчас спускаемся набираем себе еду на первый ярус но поесть мы всегда успеем а я что-то забыл подняться на третий так 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 по ступенечкам вверх и вот это прямо вообще персик ляпота четыре вот таких местах где можно лечь мы здесь собственно и загорали догорали да и вид пошикарнее смотрите прям а вот эти кораллы около которых мы ныряли мы вот там нырнули и вдоль по цвету виднеются обрыв кораллов там мы плавали решили мы в теньке вот здесь посидеть а то что-то на солнце все жарче и жарче становится вот такой комплект мы набрали как это утоптать я что-то не голодный сильно придется заставляют придется есть но если что я креветку съем рис аля отдам с пятер короче сменили мы дислокацию приплыли поближе к круга до марина сейчас у нас время рыбалки каждому выдали вот такую катушку грудзила крючок это конечно не червяк это у нас кальмар сейчас будем ловить что-то эй рыба давай быстро давай быстро давай оп быстро 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 рыба так что-то ребята тут не прикормленное место нужно куда-то перейти в другую часть корабля яхты не ловится пока карась вроде ух ты что-то и червячок кальмарчик наш уже без палево без палево крючок показывает корабль идем проверять что-то это все что-то что-то Ну что, ребята, возвращаемся мы уже в пункт нашего отправления. Это Хургада Марина. На этом экскурсия подходит к концу. Хочу уточнить по поводу программы. В эту экскурсию еще входит массаж. Все желающие могли на первой палубе воспользоваться массажем. Некоторые люди воспользовались, мы не захотели. А по поводу катания на банан-таблетка, я так понимаю, из-за того, что большинство туристов захотели половить рыбу, то это был как ченч замена. То есть можно было либо кататься на водных аттракционах, либо ловить рыбу. Мы ловили рыбу, мы совсем недавно катались на банане-таблетке. Нам это уже хватит. Но жаль, что мы рыбу не поймали. Только кальмар на крючок поймал, и то я лично его насадил. В принципе, на этом будем заканчивать это видео. Впереди вас ждут еще следующие выпуски с Египта. И вот чтобы их не пропустить, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока! Пока!